Всем доброе утро! Мы сделали только что чек-аут и находимся в лобби отеля. Заселение в отель у нас поздно, так что в любом случае Кристине придется ждать. Ну да, я понимаю то, что это не суперкомфортно. Опыт. Теперь будем знать, как делать, что нужно еще бронировать на дополнительный день отель, чтобы спокойно уже докатать и ехать обратно. Ну и в любом случае уже в следующий раз Кристина будет со мной ездить на сноуборде, мы будем меняться и намного будет интереснее проводить время и Кристине, и мне. Потому что, конечно, ей не очень прикольно сидеть просто с малых и ждать. Но в любом случае это первый опыт, так что окей. В предыдущем влоге у нас много комментариев, почему мы без вакцин. Вон Костик, да выделывался, упал. На самом деле это дело каждого. Я не считаю нужным вакцинироваться, потому что нету никакой гарантии, что ты не будешь болеть. И я сам вижу то, что столько людей уже, кто вакцинирован, моих именно знакомых по работе, они все болели. И, блин, в чем тогда смысл, я не понимаю. У них также все хрипит, очень сложно дышать. То есть вакцина, три штуки этот человек сделал, и оно никак не помогло. И смысл тогда делать вакцину, чтобы каждый раз и еще раз повторять это и делать новую. И еще неизвестно, как эта вакцина повлияет вообще на твой организм спустя время. И даже в медицине говорят, что они не дают никаких гарантий, и они несут ответственность. Как так? Насчет тестов, конечно, сделали уже намного проще подход. То, что ты можешь сделать быстрый тест, купить его в аптеке. Он сейчас стоит здесь 10 евро. Но он не дает никакого права тебе заходить в рестораны, либо ездить, вот как мы, в отеле. То есть, чтобы сделать именно тест с бумагой, чтобы там стояли подписи, печати. Это уже надо брать ситы в определенных местах и платить намного больше денег. Полный бред. Во время карантина те, кто штрафовали в Испании, все эти штрафы сейчас аннулировали и возвращают. Потому что признали карантин незаконным. Я уверен, что эти вакцины тоже признают незаконными. Это мое мнение. У каждого оно может быть свое. И я приехал наверх. Продолжение следует... Мы уже в городе, в сорте. Приехали сюда. Малышка вот спит. Сейчас пойдем в какой-то бар перекусить, потому что мы уже проголодались. Тут Крестюшка, героиня наша сегодняшнего дня. Почему? Ну, блин, с бабашками сидеть сложно. Кокейко. Колпа. Барчик, в котором мы остановились. Самый нешумный. Да, Кристин? Да. Ну, в том рок-баре. Помнишь, мы тоже там кушали? Ну, там супер шумно было. С малышкой она была в шоке была. Короче, полный пиздец. Мы приехали в этот отель. И нас не пускают с малышкой переночевать. Потому что там были написаны семейные номера. Но, типа, с детьми до 7 лет. Да, ты не прочитал. Да, блин, ну, капец. Ну, что за дичь? То есть, и отель полностью пустой вообще. Просто нас выгнали. Ну, сказали адиос. Хотя мы объяснили то, что нам 3 часа пути, дороги домой. И мы специально решили остановиться в отеле, чтобы переждать этот путь. Ну, да. Ну, можно пойти на уступок, Кристин. Можно пойти на уступок. Никого. Пустой отель. Никого нет. Почему она не может просто нас впустить? Это капец. Ну, давай, бери сумки, поехали домой. Это просто, это просто жесть. Я был на горе и забронировал этот отель. Я посмотрел то, что там семейный отель написано. Семейный отель. Но маленькими буквами написано то, что мать его, оказывается, дети должны иметь какой-то определенный возраст. Просто взять и послать нас нафиг, офигеть. Когда у тебя пустой отель, и ты просто не можешь... Даже деньги она не собиралась вернуть, потому что она говорит, что это ваши проблемы, ребят. Быстро объясню ситуацию, которая произошла. Мы хотели забронировать отель, чтобы сегодня ночью не ехать по ночному серпантину, потому что все-таки с малышкой надо ехать очень медленно. Ну, вообще опасно ездить ночью по таким местам, поскольку очень много живностей, животных, кабанчики, которые выходят ночью погулять. А дорога очень длинная. Естественно, когда ты едешь ночью, еще с малышкой, она удлиняется не три часа, а можно ехать четыре, а то и все пять. Да, чулевик? Сейчас остановились заменить памперс малышке, потому что она начала нервничать. И, в общем, я снял этот отель, прочитал то, что там написано было на первой главной странице, то, что он семейный, и не стал прям сильно вдаваться в подробности, хотя стоило это тоже будет нам опыт, что там в скобках где-то написано то, что семейный, но детей надо... Ну, а дети должны быть старше семи лет, то есть от семи лет. И больше всего напрягло общение с этой женщиной, потому что она сразу была настроена супер агрессивно. Она сказала то, что... Что, как она сказала? Она начала с нами говорить на каталанском языке, даже не на испанском, и это тоже уже неудобно, потому что, ну, мы иностранцы, мы разговариваем на испанском, но не на каталанском. Но я разговаривала на каталанском. Ну да, Кристина разговаривает, но все равно. Я начала с ней разговаривать на каталанском. Ну, эта женщина изначально была очень националисткой такой, жесткой. Она разговаривала на каталанском, но я как бы знаю каталанский, хорошо как бы смогла с ней разговаривать. Ну, я просто ничего не понимал. Так я понимаю? Она начала говорить, почему он со мной говорит на другом языке, если я не понимаю его. Ну, а Дима как бы на английском с ней говорит. Ну, и как бы любой человек, который... Любой человек, который работает на рецепшене, должен знать хотя бы базовые вещи на английском языке. Но эта женщина разговаривает только на каталандском. Благо, я этот язык понимаю и знаю. Я ей начала, ну, как бы рассказывать нашу ситуацию, что мы забронировали вчера отель, что мы хотели просто переночевать, чтобы днём поехать и не среди ночи. Она мне, не надо, не надо мне ничего рассказывать. Она говорит, ну, и деньги мы вам не вернём, потому что нужно делать за 14 дней канцел этого резерва. Ну, короче, тоже бред, хотя мы забронировали это вчера. Каким образом, если мы вчера забронировали? Мы должны телепортацию были сделать. Она сказала, это не мои проблемы, и всё. Ну, то есть очень была агрессивно настроена. Я не хотела с ней вступать в конфликт, потому что у меня на руках Женя, и я понимаю, что нам придётся ехать домой как бы 3 часа, поэтому, чтобы не тратить время зря и вступать с ней в какие-то дискуссии, я просто сказала, Дим, всё, собираю вещи и поехали домой. Вот. Ну, и, в общем, мы немножко остыли сейчас и рассказали вам более спокойно эту всю ситуацию. Вот покажи человека, которого не впустили в отель. Но, когда мы стояли там, у меня Женя на руках, холодина, ночь, мне казалось, что всё. Это конец. Ну, просто было очень сложно понимать, что... Потому что я уже была настроена, что сейчас мы придём, расслабимся, разденемся, примем душ, Женей. Как бы уже, ну, у меня была своя картинка в голове, и, конечно, иногда сложно переключаться. Завтра проснёмся, позавтракаем, да, это нормально. Ну, да. И поедемся спокойно. Как такого человека не впустить? Ну, и как можно было этого человека не впустить? Он же совсем не кипишной ночью. Он спит хорошо. Очень редко на ночью кипишует, ну, да. В последнее время частенько бывает, но вот две ночи в этом отеле она хорошо спала. Да, хотя всё-то из поля. Да. И отель пустой был. Ладно бы ещё женщина объяснила нормально, а она увидела Женю, начали Женю кричать сразу. Да. Короче, у нас путешествие, это просто жесть. Малышка привыкла просто уже к определённому графику, что мы обычно в это время дома уже спокойно, идём в ванночку, и сейчас всё как-то по-другому сложилось из-за этой женщины, блин, психически, которая просто нас реально выгнала. Сейчас эта дорога реально увеличилась просто конкретно. Малышка начала нервничать, у неё истерика. У неё конкретная истерика началась, и мы остановились на заправке, чтобы успокоить её. И когда она уже успокоится, продолжит движение. Благо, осталось уже не так долго ехать. Час, час тридцать, наверное. И будем дома, как раз успеем к её графику входа в сон. Она у нас засыпает обычно к одиннадцати. Так что... Вот такие вот у нас дела. Не поленюсь, и домой приеду, смонтирую этот влог, и оставлю вам ссылку для комментария. Если не сложно, напишите что-то на русском, на испанском, да вообще без разницы. Хочу просто тоже завтра почитать эти комментарии, и сам тоже напишу, поскольку считаю это вообще поступком ни о чём. Когда у тебя пустой отель, и просто показать номер, она показала, кто ты номер, и не впустить. Типа, да, посмотрите, вот тут мы могли бы остаться, но сори. А, кстати, ещё сказала то, что, ну, может, один человек тут остаться, а с ребёнком кто-то поедет, найдёт другой отель. Странно, что она вообще не предложила нам оставить ребёнка где-то в машине ночевать, а вы можете вдвоём вот у нас остаться в нашем замечательном отеле. Блин, холодно, капец. Я на Кристину накрутил все куртки, которые были. Сам немножко подмёрз, но ладно. Блин, реально очень холодно. Хочу увидеть ваш актив. Если вам несложно, напишите, напишите. Я обязательно все комментарии почитаю. И в следующем влоге вставлю, что там люди написали, потому что самому интересно, вообще кто-то напишет или нет. Так что... Так, руки дрожат. Сам дрожу. Ну чего? Пришли уже домой. Наш человек счастлив, потому что он оказался дома. Конечно же, родители устали. Кристина пошла в душ. Я не успел ещё сам раздеться. Только раздели малышку. Уже приготовили её ко сну сразу. Она такая сейчас счастливенькая, улыбается. То, что наконец-то оказалось дома. Да? Да, малышка? Ты дома? Я принёс все вещи. Не знаю, зачем. Просто на автомате уже взял и захватил. Была дорога жёсткая. Мы по дороге читали комментарии на других сервисах, не только на букинге и об этом отеле. Там тоже были пары, которые писали на счёт этого отеля, то, что там вообще не очень женщина, то, что она агрессивная. Так что это не первый наш отзыв будет. И тоже читали комментарии, то, что там уже оставались других людей, которые там оставались. Возможно, они бронировали как-то не через букинг, потому что писали то, что они были с ребёнком 4 лет и другим ребёнком, которому был 8 месяцев. И то есть они были в этом отеле. Возможно, правила различаются, если ты бронируешь как-то через сайт. Их не... Ладно, в общем, нету сил уже думать насчёт этого. Буду... Сейчас смонтирую просто влог и ждём ваших комментов, которые вы напишите. Интересно будет. И всё. На этом мы с вами прощаемся с малышкой. Сейчас пост дал, пост принял. Пойду тоже раздеваться и в душ. И всё. Всем пока. Спасибо, что были с нами. Субтитры создавал DimaTorzok.